Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. В 2011 году православные верующие России вспоминали 20-летие поистине великого события – второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В 1991 году чудесные обретения в запасниках Музея истории, религии и атеизма имели огромное значение для начинающей свое возрождение русской церкви. Тогда торжественное перенесение крестным ходом через всю страну в Дивеево помнят все, кому довелось участвовать в том торжестве. Оно сопровождалось сиянием пасхальной радости, обновляющей многострадальную русскую землю. Празднество это, как и прославление преподобного Серафима в 1903 году, вновь утвердило в сердце каждого православного человека память о Саровском монастыре. Имя этой обители связано с преподобным Серафимом, но до него и после него в Сарове также были подвижники и учителя монашества, о чьих наставлениях самое время вспомнить сегодня. И поможет нам в этом книга «Саровский цветник. Наставления старцев в Саровской пустыне». Об этой книге далее наш рассказ. Что за монастырь стал местом, в котором возрос великий светильник русской земли преподобный Серафим? В XVIII и первой половине XIX века среди всех русских монастырей своей строгостью выделялся Саров, святоуспенская Саровская пустынь. Ее основателем стал иеросхемонах Иоанн Попов. О нем издатели пишут. «Родился он в семье дичка села Красного Арзамасского уезда. В детстве ему было явление Божьей Матери, воспринятое им как призыв к монашеству. Ревностное стремление к киноческой жизни привело 19-летнего юноша в Арзамасский Веденский монастырь, где он принял постриг с именем Исаакий. В поисках высших подвигов отшельничества в 1691 году он поселился на старом городище. После нескольких лет воединения он стал принимать посетителей, привлеченных его богоугодной жизнью. Причем некоторые из них селились тут же. В то время в Саровских лесах стали возникать скиты раскольников-старообрядцев, и отцу Исаакию часто случалось встречаться и беседовать с ними, после чего многие обращались в православную веру. Знакомство и встречи с раскольниками способствовали тому, что отец Исаакий встал на путь миссионерства. Его деятельность миссионера имела огромный успех, отличаясь сердечностью, кротостью, любовью и искренним участием к заблудшимся. В июле 1705 года монах обратился к владельцу земли с просьбой пожертвовать участок для строительства храма и обители. Получив крепостной акт на землю, обратился с Челобитной к митрополиту Рязанскому и Муромскому Стефану, бывшему в то время патриаршем местоблюстителем. Церковь во имя иконы Божьей Матери «Живоносный источник» была заложена 28 апреля 1706 года, освящена спустя три месяца – 16 июля. Эта дата и считается днем основания сати-саграда Саровской пустыни, впоследствии Саровского монастыря. Вместе с Первой церковью возникает и монашеское братство, для которого отец Исааки пишет общежительный устав по строгим древним образцам. В 1709 году иеромонах Исааки грамотой патриаршевого указа утверждается настоятелем Саровской пустыни. Жизнь иноков в пустыне была нелегка. То разбойники, то пожары не раз разоряли обители монашествующих. Тяжело заболев, в 1715 году отец Исааки принимает великую схему с именем Иоанн и отходит от дел управления обителью. По просьбе братья из разрешения митрополита в дни трудностей и беспорядков он был возвращен к управлению обителью и руководил ею до 1731 года, пока не избрал себе преемника. Из этого краткого жития иеросхемонаха Иоанна мы видим, что обитель была основана в 1706 году по общежительному уставу, который составил ее первоначальник. Саровская пустынь жила все время своего существования до закрытия в 1927 году. Первые настоятели монастыря, назначившиеся на должность строителей, соединяли в своем многотрудном подвиге множество усилий по благоустроению обители. Не только внешне красиво и устроена была Саровская пустынь, но и внутренне украшена христианскими подвигами и благочестивой жизнью подвижников монашества. Это были ее устроитель Иоанн, его преемник и ученик-строитель Дмитрий, благочестивый старец Ефрем, смиренный Исайя, игумен Нифонт и другие подвижники. Из опытных саровских старцев иногда избирались подвижники для устроения иных монастырей. Так было с игуменом Назарием, ставшим возродителем Валаама. Суровая жизнь царова с его строгим уставом, долгими службами и постоянной молитвой способствовали богомысленному настрою подвизавшихся в ней монахов. Поток паломников не иссякал в ней во все времена, но особенно стала она любимой и почитаемой православным народом во время, когда в ней подвизался преподобный Серафим. При его жизни люди приходили к нему тысячами. Преподобный Серафим не только наставлял приходящих к нему мирян. По повелению Божьей Матери стал настоящим духовным отцом будущего Дивеевского женского монастыря, дав указания обители по всем вопросам ее жизни. Не оставался монастырь без посетителей после кончины преподобного Серафима. По батюшкиному завещанию приходить к нему на могилку со всеми своими бедами шли люди в Саровский монастырь, где получали и утешение, и полезное наставническое слово. Любвеобильный и утешительный дух наставлений батюшки Серафима впитал и приумножил его ученик, монастырский священник и духовник Розамасского Николаевского женского монастыря, протеерей Авраамий Некрасов. Ежегодно посещал он монастырь, был духовником некоторых подвязавшихся в Сарове монахов. К его советам, как к живительному источнику, прибегали мирские и монашествующие, богатые и бедные. Всегда помня своего учителя, преподобного Серафима, он неуставно наставлял и окормлял людей, притекавших к нему за советом. Его таким образом можно считать продолжателем Саровского духовного наставничества. Не угасало оно вплоть до революции и последовавшего за ней закрытия монастыря. Последним Саровским старцем был затворник иеросхимонах Василий Петров. К нему шли люди со всей России. Он никого не видел, но принимал через келейника записочки с именами для поминания или с какими-нибудь просьбами или вопросами. На них он отвечал и высылал напечатанный листок Саровского издания с выдержками из поучений и наставлений преподобного Серафима или рассказами из его жития. В указании пути ко спасению говорил, «Без скорби не проживешь, но ты себя укрепляй в вере и укрепишься. Не тужи, только веруй и молись преподобному Серафиму, и все у тебя будет хорошо». Ослабеет ли кто в молитве и внимании? Тогда должен заниматься чтением Слова Божия и отеческих книг, ибо чтение собирает рассеянный ум и устребляет суетные помыслы. По чтении же Пакеда прилежит молитве и богомыслию. Такой совет дает нам иеромонах Пахомий, седьмой устроитель Саровской пустыни. И это лишь одно из тысячи наставлений, которые предлагают нам издатели данной книги. Собирая ныне вместе драгоценные семена духовной мудрости саровских старцев, издатели выражают надежду, что чтение ее не только послужит назидание и утешение читателя, но и побудет его к исполнению здесь написанного, став маленьким путеводителем в деле духовного взрастания и спасения. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»